В общем, Данила нам расскажет, что-то интересного в интеллектуальной собственности. Пожалуйста. Ну, я надеюсь, Даша, это будет интересно. Хотя, конечно, это аванс. Мы посмотрим, что будет интереснее. Действительно, проблема с интеллектуальной собственностью, с точки зрения либеритарной юридической теории, безусловно, есть. Она состоит в следующем... Она следующего свойства. Даже вот интуитивно, если смотреть на интеллектуальную собственность, становится понятно, что это достаточно серьезная полноморщия у некоторых субъектов, которые по российскому законодательству называются правообладателем, вмешиваются в деятельность других людей. Но это как бы между тратками. Если переходить уже к сути дела, то надо начать немножко издалека. Согласно либеритарной юридической теории, с тем, что право, которые я разделяю, право – это, в общем-то, выражение индивидуальной свободы. Соответственно, с точки зрения либеритарной юридической теории, с моей точки зрения тоже, собственность, то есть способность, то есть право людей присваивать физические объятия определенные, она существует не просто так, она существует для того, чтобы эту свободу обеспечивать. Как писали и хорошо показали Хаек и Мизес, например, в обществе невозможно поддержание свободы без наличия в обществе права частной собственности. Почему это так? Представьте себе, существует, например, свобода слова, и какой прокат существования свободы слова, если все, например, все передающее оборудование, все печатное оборудование и так далее, вся бумага, все принадлежит, например, государству. Такой прокат наличия просто свободы слова в таком конкретном случае, очевидно, что прокат не очень много. Например, какой прокат от экономической свободы, да, от свободы делать все что угодно, если все средства производства принадлежат государству. Пожалуйста, в таком обществе человек будет свободен умереть с голубой. Как бы говори, не он свободен. Соответственно, понятно, что и с точки зрения политической, опять же, если нет в обществе частной собственности, то политический порядок основной инфляции недолго просуществует, потому что люди банально будут слишком сильно зависимы от государства и, соответственно, свобода не будет держаться. Это одно уплотное из объяснений того, почему режимы типа гитлеровского или советского стали такой страшной диктатурой, потому что, в общем-то, в их руках было с пресса сосредоточены как минимум все командные высоты в экономике. То есть, грубо говоря, крупная собственность, да и средняя тоже, она, в общем-то, в классе сосредоточена в унике, поэтому там, в общем-то, речи о каких-то политических свободах не шло. Вот, собственно, резюмируя предназначение собственности частной на имущество, оно состоит в том, чтобы обеспечивать индивидуальную свободу. Теперь, здесь следует оговориться, очень важную вещь сказать, которую гипотерянцы не всегда признают. Право частной собственности на имущество, надо признать, это ограничивает свободу людей. Потому что, если мне принадлежит право собственности на, например, автомобиль, это ограничивает свободу других людей на какие-то действия в отношении к другому автомобилю и так далее. но, что важно сказать, что без наличия частной собственности, которая, да, ограничивает свободу, но без наличия этого феномена было бы еще хуже, то есть было бы еще меньше свободы в обществе, чем ее, условно говоря, хотя, конечно, говорить про количество свободы это очень грубо сказано, потому что измерить количество свободы очень сложно и практически невозможно. Вот. Значит, теперь, что такое интеллектуальная собственность? Интеллектуальная собственность, вот, сейчас, как бы, важная вещь. Интеллектуальная собственность, это, как бы, в первом приближении, это, вот, в отличие от собственности на имущество, это не, это право на некий, существующий не в связи с неким физическим, ограниченным в пространстве объектом, Например, тем же автомобилем. Это некоторое имущественное право, и не имущественное тоже, но в основном. Это комплекс неких прав, связанный с интеллектуальным объектом. То есть, если в случае копирайта, это права, связанные с неким произведением, неважно, это может быть литературное произведение, это может быть фонограмма, это может быть компьютерная программа и так далее. Потом среди объектов интеллектуальной собственности также есть так называемые промышленные интеллектуальные собственности. Это изобретения, промышленные образцы, полезные модели. Третий тип объектов интеллектуальной собственности это так называемые товарные знаки и знаки его значения, там еще в это входят места происхождения товара. То есть, грубо говоря, например, законодательство Евросоюза нельзя называть игристое вино шампанским, если оно не было сделано в провинции шампан. Если это игристое вино, сделанное из винограда в Крыму или в Италии, то его нельзя называть шампанским. Потому что так защищается этот тип интеллектуальной собственности. Что общее у всех этих типов объектов? У них, понятно, много различий на самом деле, но общее у них то, что это не некий физический объект, и как я покажу далее, это имеет ключевое значение. Покажу я это, просто я не буду рассматривать все возможные объекты интеллектуальной собственности, я покажу это на примере копирайта, то есть на примере произведений, потому что, с моей точки зрения, этические и, как бы, с хоретической точки зрения наиболее сложный вопрос представляют именно объекты авторских прав. Потому что с монополией, с патентами, там, гораздо сложнее даже с этической точки зрения доказать право, там, изобретателям, например, или кого-то еще запрещать, там, другим использовать свободно, там, его изобретение. А вот с точки зрения, а вот с копирайтом возникает проблема, потому что люди, как бы, смотрят на копирайт и вообще считается, как бы, само собой разумеющейся вот эта теория moral merit, да, moral desert, но, грубо говоря, эта теория, как это можно перевести с тической точки зрения, теория о том, что кто-то заслужил какое-то право. Эта теория, она популярна в том числе даже среди ребятенцев. Вот Сережа Садонов у нас здесь в аудитории представляет объективизм и гренадианство, да. Среди гренадианцев, грубо говоря, считают, что изобретатель, он так же, как и тот, кто создал какие-то физические объекты, грубо говоря, ну, не знаю, там, построил бомбу, там, или что-то еще, он, то он заслужил, как бы, свое, он создал некую ценность и заслуживает, как бы, плагать от нее, да, там, проход от нее. Поэтому интеллектуальная собственность, ну, пусть Сережа вам скажет, если я исказил там аргументацию, он потом может там сказать. Значит, переходя, собственно, к сути дела, так, как бы, примите во внимание, учитывайте в дальнейшем рассуждении, что собственность нужна, не просто так вообще, как такова, а именно для обеспечения свободы. То есть если некое имущественное право, то понятно, что интеллектуальная собственность — это все-таки не собственность. Это похожая, условно, попытка распространить конструкцию собственности на интеллектуальные информационные объекты, но это не собственность в чистом виде. Но тем не менее, если некий такой инструмент перестает играть роль, перестает выполнять функцию обеспечения свободы и начинает наоборот, еще больше ограничивать, чем было без него, то это, как бы, с либертарианской юридической теорией не правовой институт. Я постараюсь показать, что вот из утверждения о том, что собственность, она возможна на такие ограниченные постановки, физические объекты, они возможны на... А интеллектуальная собственность — это право на информационные, ну, интеллектуальные объекты. Я покажу, что из этого следует и как из этого следует, что оно... Что интеллектуальная собственность больше ограничивает... То есть, скажем так, эффект от наличия в области интеллектуальной собственности приводит к тому, что оно в большей степени ограничивает свободу, чем это ограничение было без нее. Это такое сложное конструктуальное рассуждение, что мнение лучше сказать я не могу. Вот. Значит, перейдем к делу. Давайте рассмотрим на двух простых примерах. Собственности на физический объект. Ну, мне нравится автомобиль, пусть будет автомобиль. И собственности интеллектуальными на копирайтинг на какое-нибудь произведение. Не знаю, пусть это будет, не знаю, какая-нибудь книга там. Начнем с собственности на автомобиль. Что такое собственность на автомобиль? Что она дает? Она дает возможность собственнику защищать вот этот самый автомобиль от посягательств третьих лиц, но от посягательств третьих лиц определенного рода. То есть, от физических посягательств на него. Что это означает? Это означает, это вот этот очень важный перец, который я бы хотел вас тоже запомнить. Это, собственно, ключевая вещь. Собственность на вот таких физических объектах типа автомобиля, она позволяет собственнику защищать автомобиль от изменения его, скажем так, объективных свойств. Что я под этим имею в виду под объективным свойствами? Понятно, что слово объективность, с философской точки зрения, оно сложно объяснимо, что это означает. Но тем не менее. Возьмем вот этот, вот есть простые, простые как бы ситуации, когда понятно, что право собственника нарушено. Там, грубо говоря, кто-то взял топором по этому автомобилю рваном, там, я не знаю, там, или поджелк его, там, или еще что-то. А вот, допустим, если человек, там, не знаю, его чуть-чуть его взял и перекрасил. То есть, с какой точки зрения ущерба какого-то прямого автомобиля, в объективном смысле ущерба его полезным свойствам не было нанесено. Но объективные свойства автомобиля, то есть, свойства независимые ни от воли конкретного его хозяина, ни от его оценок, ни от оценок других людей, эти свойства изменились. Этот автомобиль, допустим, из белого стал зеленым. Это, условно, можно назвать некоторым изменением объективных свойств автомобиля. И вот я утверждаю, что право собственности на физическом объекте, оно защищает от посягательств третьих лиц, связанных с изменением объективных свойств. То есть, грубо говоря, оно, например, не защищает от того, что я могу в газете написать, что у Иванова отвратительный, ужасный, там, вообще развалюха, пеломага автомобиль. Я могу это написать, и вот от такого рода посягательств стороны третьих лиц собственности на физическом объекте не защищает. Теперь перейдем к интеллектуальной собственности. Вот, там человек написал книгу, там, допустим, Иванов поставил, на ней знак выбирает, выбирает Иванов какой-нибудь. Что ему, с точки зрения современного законодательства, дает вот это вот действие? Это действие дает ему возможность вмешиваться в использование вот этого вот информационного объекта, Третьими лицами. Причем, конечно, вот с таким образом. Во-первых, без согласия вот этого автора, ну, или другого правообладателя, может быть, издательства, там, невозможно. Например, публикация, или там, не знаю, в случае, ну да, в случае с книгой, публикация без разрешения автора, там, без разрешения правообладателя, невозможно. Также при извлечении доходов, как бы, опять же, авторам должны выплачиваться отчисления. То есть, по сути, что позволяет делать, и вот в чем ключевое отличие здесь, на самом деле, интеллектуальной собственности от собственности интеллектической объекта? Она состоит в том, что, вот как я сказал по поводу автомобиля, в случае с автомобилем защищается некоторой независимой от оценок других людей, от оценок самого собственника свойства объекта. С точки же зрения интеллектуальной же собственности, она защищает как раз противоположное. Она защищает те свойства объекта, вот этого информационного, потому что, как бы, у информационных объектов, и здесь я небольшое оцепление сделал, у них есть свойства, которые в каком-то смысле родят их с публичными неблагами, по крайней мере, в медицинском определении. Это свойство называется несоперничество потреблений, non-rival-ness, rival-rest-ness. Это свойство означает, что сколько бы человек, и как часто они использовали некий информационный продукт, грубо говоря, меньше, и его вот эти как раз объективные свойства, не зависящие от оценок других людей, они никак не меняются. Сколько бы человек не прочитал вот эту книгу, которую написал Гуанов, от этого эта книга как бы не перестанет существовать, там никак не уменьшится в размерах, я не знаю, никак не потеряет никак ничего. Это будет всё та же самая книга, сколько бы народу её и не читал. И это очень важно. То есть защитить, то есть защищать объективные свойства информационных объектов не нужно, потому что от потребления они, в общем-то, никак не изменяются. Поэтому что остаётся? Остаётся защита, собственно, вот этих самых свойств, основанных на оценках как собственника, как и других людей. Про оценки собственника, например, можно привести к примеру. Вот человек, допустим, не хочет, чтобы его, ну там не знаю, это легче не на примере книги, а легче на примере какой-нибудь песни показать. Вот там человек записал какую-нибудь песню, а её хотят исполнить, я не знаю, там, например, в Москве какие-то люди. И если копирайт как бы есть, то у автора есть возможность запретить исполнение этой песни публичное. То есть вот здесь мы переходим уже в царство оценок. То есть от исполнения песни, как бы такого ущерба песни как таковой не будет её объективным свойством, но будет ущерб оценки автора. То есть автору не нравится, не хочется, чтобы она исполнялась этими людьми, и ему как бы от этого не приятно. И, соответственно, вот что защищается. Плюс вторая вещь, которая защищается, это поток доходов от использования этого произведения. То есть этот поток, он тоже зависит от оценок людей, то есть это не некое объективное свойство объекта, а это, в общем, атрибут того, что он как бы допускается в социальные ворота. Это следствие того, что он запускается в социальные ворота. Опять же таки, да? И что, собственно, следует вот из этого фундаментального различия между тем, что защищается, с одной стороны, собственностью на обычное имущество, а что, с другой стороны, защищается на интеллектуальной собственностью? В случае с автомобилем. Да, собственность человека на автомобиль ограничивает свободу других людей, но она ограничит ее достаточно, грубо говоря, в узком объеме. То есть, грубо говоря, это, ну не знаю, ну как бы большинство людей спокойно могут пережить без того, чтобы там не рубить этот автомобиль, не угонять его и так далее. То есть, как бы, и он как бы не занимает не очень много пространства, грубо говоря, и как бы не очень сильно ограничивает самому, да? В случае же с интеллектуальной собственностью, поскольку это, мы переходим в царство оценочных скультений, да? То есть, что собственнику нравится по поводу того, как используется новое произведение, какие там доходы извлекать, тем более не забудем про такую вещь, как паблик-чойс, то есть, как бы, авторы постоянно лоббируют, там, расширение полнообразия этих интеллектуальных собственников и так далее. То есть, здесь, по сути, получается лицензия определенного рода собственнику интеллектуального, да, правообладательного вмешательства, очень широкий круг действий, очень широкого числа субъектов по поводу использования своих произведений. Причем, чем более популярный такой некий информационный продукт, тем, как бы, тем расширяется, тем больше расширяется сфера вот этого вмешательства со стороны вот этого правообладателя, да? То есть, в общем-то, то, что я хотел здесь показать, стоит в следующем, что как-то логически, вот, абсолютно доказать, что интеллектуальная собственность, это, она категорически имеет, не знаю, отличную природу от обычной собственности, и, как бы, вот, раз и навсегда это сказать невозможно. То есть, все равно некоторое оценочное суждение присутствует, да, что в одном случае, там, ограничение свободы, которое нужно для поддержания этой самой свободы, то есть, чтобы ее больше было, а в другом это явно, как бы, непропорциональное ограничение свободы людей, да? Я надеюсь, что я хотя бы, как бы, наметил путь, как это показать, хотя бы в каком-то смысле убедительно это сказал. Вот, теперь, прежде чем закончить, я еще отвечу на одно возражение, которое привел Фаррин. В прошлый раз, когда мы с ним обсуждали, он сказал, что, по сути, по поводу копирайта, он сказал, что вот в современных условиях положение копирайта, которое содержится в законодательстве, можно считать общими условиями договоров о приобретении копий произведений, да? Проблема здесь состоит в том, что проблема двоякового рода, во-первых, точнее, троякового, во-первых, конечно, в законодательстве это не сформулировано как общий условий договоров, а сформулировано как общепредписательные и безопретительные нормы для всякой ссылки и договоров. Это раз. Более важная вещь. Эти нормы, если бы это было общими условиями договора, оно не могло бы распространяться на третьих лиц. То есть, понятно, оно бы, допустим, распространялось на тех, кто заключается авторами договора о приобретении изъященных копирайдин произведений, но оно не распространялось бы на последующих получателей этих копий, то есть последующих пользователей, которые никакого договора с автором не заключались. И, как бы, это вторая вещь. Третья вещь, которая утверждает, что к содержанию права, в том числе и к содержанию договоров, нельзя подходить с позитивистской точки зрения. То есть, грубо говоря, надо смотреть не на то, что какой-то договор еще ссылается на какой-то огромный текст, и посмотреть на содержание действительной воли сторон. Я беру на себя смелость утверждать здесь, что воля большинства приобретателей и копий произведений не направлены и никаким образом не учитывают такую вещь, как копирайт. Почему? Потому что эти люди, в общем-то, прекрасно знают, что копирайт не копирайт, а все равно, как бы, произведения этим самым копирайтом по закону защищены. То есть тут происходит несытный эксперимент. Подумайте, что бы было, если бы законодательного восстановления копирайта не было. Сколько бы авторов смогло бы заключить с приобретателями копий своих произведений договоры, которые бы устанавливали вот такой режим копирайта, который есть сейчас. Я абсолютно уверен, что эта практика была бы очень узкой. То есть в любом случае, как бы, большинство людей просто отказываются защищать такие договоры, и авторам приходилось бы отказываться от копирайта, защищать себя от другим образомом. Поэтому я хочу сказать, что в случае с копирайтом возможно указание в законе какого-то дефолтного договорного режима, но это должно быть, чтобы это был правовой феномен, это должно быть указано таким образом. Там должно экспрецитно содержаться указание на то, что это общие условия договоров, то есть они вступают в действия только если автор и покупатель копий не договорились об ино. Второе. Это не должно никаким образом распространяться на тогда на тех, кто не заключал договоров с авторами, потому что фундаментальный правовой принцип состоит в том, что договором стороны не могут обязывать политики. И вот, собственно, в общем, все, что я хотел сказать. Спасибо! Субтитры делал DimaTorzok 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 Если авторы смогут договориться с приобретателями или создателями программного обеспечения, смогут договориться с покупателем... А зачем договариваться, если можно? Как лицо с кого-то? Ну, это, во-первых, не в случае любых объектов верно, а во-вторых, на самом деле, некоторые люди вполне хотели бы вознаградить авторов. А, то есть, только добровольный, да? Да, да. Без дискуссии, потом без дискуссии. Если вас не нравится, то да. Я такой вопрос, в принципе, задам. Ты говорил о том, что, дескать, право на автомобиль, право частной собственности на автомобиль не сильно мешает другим людям. А право частной собственности, дескать, позволяет на втором вмешиваться в дела других людей. Но ведь на самом деле, в принципе, прожить без объектов защищенных, собственно, правом собственности, правом интеллектуальной собственности, тоже вполне может. Ты можешь использовать на компьютере только свободное программное обеспечение. Считай только книги... Вопрос, что это уже выступление? Нет, это именно вопрос. То есть, а каким образом, каким образом право частной собственности так уж вмешивается в дела других людей, почему-то не может, почему невозможно прожить без объектов защищенных им? Нет, прожить-то можно и в Северной Корее, и в право частной собственности. Нет, мне вообще ничего. То есть это... Или там пленник им не плавал в каком-нибудь, не знаю, острове Полинезии. То есть, прожить-то можно где угодно. Вопрос в том, является ли что-то, как бы, непропорционально вторгающимся в сферу автономии людей или нет. Я бы пытался показать, собственно, на своем выступлении, что вторжение непропорционально. Моей задачей не было показать, что невозможно прожить без того, чтобы использовать объекты на территории собственности. Ну, окей, хорошо. Одну вещь, уважаемый хозяин. С этим мне тоже хочется задать вопрос. У меня очень много вопросов. Я вот, хотя бы, там, десятую часть. Сейчас вот вы тут рыбы на своем правом хозяина. Устанил. Вот первый вопрос такой. Ты мог бы еще раз пояснить, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что вообще собственность есть ограничение свободы? Ну, сейчас попробуем. Ну, вот, насколько я понимаю, вы определяете свободу как партизане абсолютно на внешне выраженное поведение без как бы, ну, препятствий со стороны других людей, без физических препятствий со стороны других людей. Ну, или, по крайней мере, хорошо, я так определяю. Значит, следовательно, как бы, свобода означает, что если я не вмешиваюсь, как бы, в свободу других людей, значит, я могу с любыми, в принципе, физическими объектами делать все, что мне заблагорассуется. Ну, право собственности на автомобиль, там, чье-то, оно ограничивает мою свободу делать с разными физическими объектами. Все, что мне заблагорассуется, кроме, там, понятно, нападения на людей, там, и так далее. То есть тут явно, очевидно, с моей точки зрения, что частная собственность свободы людей ограничивает. Мне кажется, нам, крибертарианцам, надо это признавать. Потому что очень часто люди признают и говорят, нет, как же частную собственность свободу нарушать не может никаким образом. Я считаю, что это неправильно. То есть я считаю, что она, конечно, ограничивает, но он баланс, как бы, в целом, все равно ее наличие позволяет существовать большей свободы, чем была в жизни. Хорошо. Ну, и вот, все-таки, в дополнение к тому, что уже спрашивали, можно еще что-то добавить к следующему тезису? Что собственность на физические какие-то объекты, она как-то принципиально, качественно, меньше, не так, по-другому ограничивает свободу, нежели интиментуальность. Вот что-то еще можно добавлять, что-то пояснить. Потому что пока вот что-то ничего не понятно. В чем разница? Разница, как я уже сказал, в том, что собственность на такой физический объект, она защищает, как бы, определенные его, во-первых, от физических процессов, и, во-вторых, от определенных параметров, которые, в принципе, от оценок людей не зависят. То есть, от того, как у, грубо говоря, цвет автомобиля. Мы есть, как в Тальтонике, да, я не спорю, но в принципе, если мы вообще можем как-то использовать слово объективно, да, то, как бы, цвет от оценок людей там не зависит, да, грубо говоря. Соответственно, это, как бы, очень, на самом деле, небольшой инспектор параметров, и, в общем, он ограничивает не так много, грубо говоря, действий людей. Да, прошу прощения. Вот так вот можно расформулировать вопрос? Собственность на автомобиль не позволяет другим пользоваться, извлекать пользу из моего автомобиля. Моя собственность на литературное произведение не позволяет другим пользоваться литературным произведением. В общем, я с моего, так сказать, читать его, издавать его. Вот в чем разница? Да, и в этом, как бы, в этом эти права схожие. А разница, как я уже объяснил, в том, что… А функция собственности не в том, что собственность не позволяет другим пользоваться моим собственным. Ну, не только пользоваться, потому что не обязательно там… А зачем… А еще зачем мне это нужно, кроме как, ну, чтобы пользоваться? Просто чтоб было – это да, конечно, есть, чтобы были. Но ведь, как правило, оно, чтобы было для того, чтобы им пользоваться. Вот, пользоваться нет? Вам нужно, грубо говоря, собственность защищать, для вас оставляет этот объект, грубо говоря, физический, с учетом того, что он стареет, портится, все что угодно, что он может случайно уничтожиться, но собственность оставляет его в неприкосновенности, его объективные свойства третьих видов. Вот что она делает. Интеллектуальная собственность делает другое. Поскольку объективные свойства этого самого интеллектуального объекта никак от воздействия третьих видов не повреждаются, остаются те же биты, грубо говоря, информации, те же куклы, они никуда не денутся, особенно в интернет-век. Да, там, это произведение литературы, она где-то сохранена, грубо говоря, там, неважно, в миллионах мест, да, и от того, что сколько угодно людей не прочитало эту книгу, ее объективные свойства никуда не денутся. Это будет та же самая книга, это же самая на фабук, первого говоря. Винович тоже почему-то не хотел же им с женой все в пользу, хотя там всем объясняют, а не испортится от этого. Пожалуйста. А можно вот такой случай разобрать, то есть я не меняю объективные свойства автомобиля тем, что я во время, пока, как обладатель прав на этот автомобиль, обладатель этого автомобиля как частной собственности им не пользуется, им воспользуюсь, но, допустим, без всяких повреждений. Ну, то есть я угоню, потом верну его обратно. Меняете. Каким образом? Потому что вы его этим, ну, как бы он, чем больше вы используете автомобиль, тем он, как бы... То есть только износ здесь. Износ, да? Ну, остальные... И ту, если заметят. А если не заметят, то... Нет, если не заметят, то... Нет, нет, можно и обидеть на автомобиль, это лучше верить, чем мыло. Данил, вот, приподобный вопрос. Нет, даже не вопрос, а дискуссия. Ну, да, я не совсем, может быть, не совсем вопрос. И не вопрос. Сейчас вопрос есть. На дискуссии заходу, или нет? Вопрос. Меня немножко усилий пример с автомобиля. Вот представим себе, что у меня здоровенная фура, которую я куда-то веду, и в кузов этой фуры кто-то по дороге посаживается. У меня даже куда я еду. Вот при этом он, эту фуру, не может никак вообще. То есть так как я и так еду, там даже износ не происходит. Фура здоровенная, а на вес этого человека вообще не заметят. Он просто едет со мной в путь, и тем не менее, право собственности на фуру дает мне возможность его оттуда выкинуть, или нет? Хороший вопрос. Ну, скажем так, вот эти правомочия собственника, они нужны для того, ну, не пускай там садится в свою фуру, да, и так далее. Они нужны для того, чтобы для, грубо говоря, ну, скажем, для обеспечения права собственности, потому что если позволить как бы использовать фуру, ну, как бы людям таким способом, как ты говоришь, то, соответственно, будет очень сложно потом удержаться от того, чтобы и другие способы использованные собственности. Если каждому давать, то, грубо говоря, ничего хорошего не будет, даже если одно конкретное использование действительно никак не испортит. Вот, собственно, что я могу ответить. И опять же, я еще добавлю, что, конечно, тот критерий, который я ввел, да, объективные свойства и, грубо говоря, вот эти оценочные свойства, то есть свойства социального характера, он несовершенен и, понятное дело, не может объяснить все нюансы, связанные с правами собственности, с интеллектуальной собственности. Но мне кажется, что это как бы тот критерий, который все же позволяет выделить очень значимую вещь, да, с моей точки зрения по-другому как-то, не знаю, потому что есть другой вариант. Можно сказать, что вот собственность защищает только вот, ну, собственность на физический объект, она защищает от физического вторжения, любого, в том числе и подсаживания в этот самую кузу, под этого автомобиля, да, а собственность там интеллектуальная, она защищает совсем другого типа воздействия. То есть физически воздействовать на объект интеллектуальной собственности как бы очень сложно, если вообще возможно. Ну, в этом смысле. То есть можно, конечно, украсть там жесткого диска у кого-то, но это уже тогда нарушение именно прав собственности на компьютере, то есть просто несанкционированного лезвия и укройственного инфомата. Но, если говорить так, то теряется как бы функциональная вещь, то есть теряется просто, получается, что мы защищаем одно, потому что там физическое воздействие, а другое не защищаем, потому что там нет физического воздействия и теряется как бы смысл. Поэтому я пытался такой критерий привести, который я провел, хотя прекрасно понимая, что он всего не объясняет. Хорошо, а еще какие вопросы? Нет, не вопрос, я... Вопросы еще есть? Вот смотрите, у меня все это вопрос вылился, да, то есть вы строите свое какое-то основание на критерии субъективных каких-то свойствах, да. Вот с этим как бы хотелось немножко разобраться. Я считаю, что вы больше акцентируетесь на том, кто как это использует, но на самом деле у интеллектуальной собственности есть, ну, можно определить некие тоже субъективные критерии, которые могут изменяться. Вот представьте, да, то есть как бы если у нас есть там три оси координат, да, там четвертое время, время никто не ощущает, но в принципе как бы все согласны, что это, наверное, согласны, я не знаю, что это субъективное свойство. Нет? Нет, не правильно. Хорошо. Боб, это физически. Нет, восприятие времени. Объективное свойство. Я не знаю, что это субъективное, извините, объективное свойство. В той же самой степени я просто хотел привести пример, да, что на самом деле не бывает, а написанная книга, там песня или что-то такое, оно тоже может обладать некими объективными свойствами, например, как бы вот назовем такое свойство непознанность. Неважно, кто из него там получает какую-то выгоду или не получает, да, может, написание книги, грубо говоря, у книги, книгу никто еще не прочитал, никто ее не знает. Это свойство объективное? Вопрос. Это на самом деле сложный вопрос, но как бы, окей, и я не совсем понимаю, даже если ответить на этот вопрос, что это объективное свойство, да, непознанность. Ваша система как бы урушится, то есть тогда нету смысла получения или нет вообще? Подождите, подождите, но интеллектуальная собственность не защищает объект от познавания. То есть она защищает, она вступает в защиту только когда объект опубликован или как-то передан другому лицу. Она не вступает в защиту, когда, я не знаю, автор некий текст, и все там в подвале хранитых, кто-то его нахуй, прочитывает. То есть тот, кто его найдет и прочитает, он нарушит там права собственности, возможно, потому что у автора, не знаю, на эту, там, неприкосновенность его стола, там, с ящиком, который он вскрыл, там, это прочитал, но какие-то права интеллектуальной собственности он не нарушит здесь никак. То есть даже если, хотя это спорно, считать это неким объективным свойством, то это, мне кажется, ничего не меняет, картинка. Я хотел сказать, что просто вы считаете, что интеллектуальные права ограничивают, защищают, они некие субъективные свойства, а права на физические какие-то объекты, да, защищают объективные свойства. Вот, ничего не меняется. Я просто пытаюсь сказать, что у информационных объектов нет объективных свойств. Я сказал, что интеллектуальная собственность защищает субъективные свойства, и вы, с которым примером, это не опроверг Mateo. ntеллектуальная собственность возникает уже после опубликования. Я не разделяю объективные права интеллектуальной собственности, вы не путаете интеллектуальный объект и интеллектуальную собственность, это разная вещь. Деллектуальная собственность – это право на объект, а объект – это объект. Еще вопросы есть? Нет, я вот не согласен, потому что… У вас вопросы есть? Если вопросов нет, тогда вопрос. Пожалуйста. Егор, это вопрос? Да, просто, ладно, это у нас два вопроса. Вам не кажется, что ваша система, она такая слишком субъективная, потому что… Оценочный судей. Даже не так. Я… 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 Дай я это говорю. Она просто чисто оценочная. То есть, вот, люди, у которых там форма черепа такая-то направо, люди, у которых форма черепа другая, налево. То есть материальная направо, не материальная налево. Она… Другой, можно сказать, другую оценочную систему. Оценочную систему есть. А вопросов нет. А вопросов нет. Нет, нет, нет. Я хочу сказать… Объективность свойства. Целесообразность. Это я… Вот, знаете, цельсобратно ли запрещать… Человеку, который создает… Ну, создает… Ну, операционную систему, запрещать ему распоряжаться своей индивидуальной собственности. Вот цельсобратно ли это? Если бы… А ему никто же такой цельсобратно. Ну… Он может перестать разрабатывать. Э-э-э, подожди. Подожди, Егор. Это вопрос… Вот, вот, вот. Это уже вопрос… Объективность… Ты выходишь… Не, субъективность, субъективность – это о том, что вы говорите. А цельсобратно же действует. Так, задай вопрос. А… Цельсобратно ли запрещать человеку… Хорошо. Я сейчас выступал в правовой плоскости, и правая плоскость не задается вопросом целесообразности. Цельсобратность – это вопрос экономический, какой угодно, не правовой. Моя задача на его выступление была показать, что с точки зрения либертарной юридической теории – это не правовой институт. А целесообразность и не целесообразность – это, там, предмет другого семинара, или потом уже, когда все мы обсудим, я могу чуть-чуть там затронуть какие-то утимитаристские аспекты. Если это позволит регламент, то будет возможно. Но пока давайте держаться, как бы, в сфере права. – Сейчас, минутку. – Да, у меня такой вопрос. А можно я тоже вступлю в дискуссию в форме вопросов? А то мои права подискутировать сейчас нарушаются регламентом, который был объявлен, что мы будем слушать ответы на вопросы, а на самом деле происходит дискуссия. Вот такой вопрос. – Да, да. – Я бы оставил шех троллинг. – Уважаемые дамы и господа, если у вас больше нет вопросов, пожалуйста. – Можно тогда, я не совсем все равно понял, вкратце, в трех словах смысл вашего выступления? – Это не вопрос, это хаос. – Уважаемые дамы и господа. – Есть ли вопросов? – Есть ли вопросов? – Пожалуйста. – Может быть, я, конечно, тоже что-то не понимаю, но просто зачем мы это сделаем? У тебя есть какой-то глицерик какой-то, да, который явно там… Право собственности может микрортизовать, а секторная собственность не может иметь объективные свойства, да? И мы рассматриваем его, пытаемся это показать с другой стороны. При этом явно есть несколько других факторов, да, которые мы там не рассматриваем. Вот просто зачем мы это сделаем? Ну, потому что я пытался объяснить, что с этим связано то, что интеллектуальная собственность гораздо больше и в непокрациональной степени нарушается вводы, чем в частности. – Я не знаю, насколько мне это удалось показать, возможно, что нет. – Разумеется, критерий, который, ну, он же даже бесспорный, мы с вами согласны, есть бесспорность в этот критерий. Как бы любое рассуждение основывается. – Это объективность, да. Мы, например, возьмём стоимость, да? Вы говорите, вот использование… Ну, предположим, Диснейсон дал какое-то аудиовизуальное произведение, да? Вложил туда безумное количество денег. И в какой-то момент что это выложилось в интернет? Ну, например, рекламную модель для бесплатный просмотр с рекламой, да? И, соответственно, вывод какой? На дисках ничего не пойдёт. Стоимостью жительства. Этот источник дохода, ну, закрыт для правообладателя. Ну, и масса других источников дохода для него закрыты. Стоимость этого объектной симптомии собственности… – Я правильно понимаю, что вопрос, во что это тоже объективный фактор или что? – Я думаю, что это не объективный фактор, с точки зрения, с которым вы рассматриваете. Но он же имеет право на существование. – Нет, он имеет право на существование. Нет, ну, поймите, в любом рассуждении о чём бы то ни было, не знаю, о чём угодно – физическом, правовом, экономическом, мы абстралируем за каких-то факторов и учитываем в рассуждении только определённое число факторов. То есть всегда приходит рассуждение, когда там, не знаю, говорят, что яблоко падает с дерева, и это возносило тяготение, из этого исключается множество других факторов. Яблоко может быть там сознание, оно может хотеть там упасть на землю, что угодно. Почему мы не рассматриваем эти факторы? То есть это можно по любое рассуждение сказать. То есть я рассматривал именно этот фактор, потому что он, с моей точки зрения, объясняет, почему именно он, с моей точки зрения, объясняет, почему интеллектуальная собственность в большей степени ограничивает свободу, чем собственность на имущество. Вот и всё. Вот почему я выбрал этот фактор. Спасибо. Вопросов больше. Есть ещё вопросы? А по зала можно меня не снимать? Какой литературы вы называли? Я прокомментирую, что мы с вами находимся не на юридическом, не на семинаре по логистике, да, и у интеллектуальной собственности есть определённые черты, которые общие для всех стран, в общем-то, и с вами обязательно на российское законодательство о копирайте группу, например. Я не напираю, я просто жила. А, да, это во-первых раз. Во-вторых, по поводу литературы. Ну, во многом, как бы, идея конечная о том, что вот именно вот эти объективные свойства важны, это моя идея, я не откуда ее писал. То есть это ваш носительный процесс? Это мой носительный процесс. Но, конечно, никакая идея не основана ни на чём, не взялась из воздуха. Конечно, я много читал литературы, но, в частности, например, ну, я не знаю, тут этот человек известен некоторым людям, есть такой известный литературеанец Том Паумер, у него есть несколько очень хороших статей про интеллектуальную собственность, в том числе, условно, с этико-правовой точки зрения. Также я читал, есть известный в Америке специалист Штефан Кинцелла, у него есть книга про интеллектуальную собственность. Ну, в общем, какие-то другие источники. Но, в целом, это мой носительный процесс, что касается людей. Ну, вот теперь, наверное, вопрос уже закончен. Надя, ты что-то хотел спросить? Вот, если теперь вопросы закончились, поднимите, пожалуйста, руки все те, кто хотел бы выступить. Поэтому пока получается раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Это немного. Поэтому, я думаю, можно безо всяких ограничений предоставить возможность каждому из этих шести желающих, седьмой. Так же о корах и ржата, как Данила, в выступе. Пожалуйста, значит, вы уже пытались начать выступление? Ну, наверное, наверное, да. Сместо. Как фото-геничный, киндо-геничный? Я тут представляю пиратскую партию. Вот мы здесь немножечко пришли. И вопрос, наверное, такой ключевой. Он осеменил наше движение. Авторское право, в принципе. Да. Вот. И поэтому кратенько пробежимся. Что по авторскому праву у нас? Ну, во-первых, такое значимое событие. Значимое, что 28 сентября в Европарламенте была подписана декларация по авторскому праву между Зелёным и Императором. Да? Вот. По отношению именно к выступлению Данилова, да, чтобы посмотреть, а в чём же там заключается право собственности авторского и имущественного, да, на материальный объект, имеется в виду что? Ну, если вернуться к пресловутому римскому праву, да, вот есть, да, падает тень там с участка, да, дерево пилит, да, потому что это ущемляет права дорогих людей. Вот. И чем обусловлено право, да? Право обусловлено только тем, что общество договорилось или с помощью, там, какой-то колхозной договоренности, может, с помощью какого-то законодательного репрессивного аппарата договорилось, что вот это вот собственность, да, и мы это у тебя отбирать не будем, ну, в данный момент, да, такого исторического периода, ну, если война реквизирует, например, да. Вот. Слушай, в Тайвунском, наверное, запасная ручка есть. Вот. Что касается именно авторского права, ну, все мы знаем, что оно еще возникло, грубо говоря, в 17-м веке, когда появились эти печатные станки, надо было как-то это все отрегулировать, но суть в том, что все авторское право, оно касалось только автора и только издателя, кто тиражировал произведения или какие-то продукты авторского права, в принципе, в том числе и в патентной сфере. Вот. Технологии у нас растут, общество меняется, да, и вот даже перезаписи магнитофонные, они, конечно, уже позволяли извлекать выгоду, да, из тиражирования авторского произведения, да, в какие-то свои такие частные вещи, но за ним даже, дробно говоря, не следили, да, и тут появляется интернет. Инструмент очень мощный инструмент, когда копирование не стоит ничего и так далее. И тут государство, да, и правообладатели, то есть я имею в виду правообладатели, это мощные компании типа там Sony, Disney, там и так далее, которые привыкли, ну, извлекать доход из обладания правами автора. Авторы получают, на самом деле, в этой индустрии, ну, меньше, там, двадцати, там, тридцати процентов, да, в лучшем случае, это в лучших случаях, да, именно в этой индустрии. Да. И вдруг эта правовая система с помощью государственных репрессивных методов пытается вовлечь вот в этот юридический казус. Почему казус? Потому что на этом рынке появляются пользователи непосредственно, которые могут это произведение там скопировать, да, и пользователи пытаются применить те же права и репрессии, которые были оговорены, ну, для издательств, для каких-то корпораций и так далее, да. Вот. Вот эта бредятина, ну, уже совершенно никуда не годится, и, ну, пользователи и люди не договаривались во всяком случае при написании вот этого копирайта, потому что договаривались именно издатели и авторы, и копирайт был прежде всего направлен, ну, скажем так, достаточно цинично, да, типа на защиту прав автора, да, флаг внес такой, что должны были от этих отчислений автора там производить что-то новое там и так далее, ну, и в том числе и фирмы, которые тиражировали там типографии, ну, надо было нести издательство. Сейчас это перевернуто с ног на бору, да, и по законам, которым должны подчиняться именно издающие корпорации, пытаются гнобить и преследовать пользователей, то есть ограничивать их свободу. Они были всегда свободны, они писали всегда себе в альбомчиках, пели песни там, да, у себя дома и на собраниях, переписывали там какие-то вещи, да, то есть занимались копированием кустарым. Сейчас копирование не кустарное, оно очень даже технологично, да, а заход остался прежний. Вот это, как бы, такой казус, ну, который, ну, будем навалить в порядок. Уважаемый коллеги, если у кого-то есть вопрос, не опровержение того, что сейчас было сказано, если есть вопрос, вы имеете право на дать. Пожалуйста. Ну, как объяснить то, что если вот эти пользователи, которые, собственно говоря, не договаривались по поводу некого объекта, который в то же время приносит им некую ценность, потому что если они хотят им пользоваться, он приносит им некую ценность. Почему они, получая с вашей точки зрения, право использовать этот объект? Потому что это право было всегда. По праву рождения. Ну, не может быть, это может быть никак. Да. Ну, еще есть какие-то вопросы? Если мне нравится ответ, это ваш ответ. Пожалуйста. Смотрите, я не договаривался на посладительной машине, что я не буду бегать по ней. Вопрос такой. Ну, ответите. Как вы на это ответите? По поводу машины? Да. По поводу машины, ну, как это? Да никак не было отвечать, потому что это не относится к авторским правам. Мы говорим по поводу машины. Я вообще не считаю... Я не договаривался со создателем музыки, что я не буду ее там... Я еще не договаривался с этой стороны. Ну, и шло. Ну... Вопрос всего, задайте. Всегда. Всегда пей. Не нравится? Я уже ваш бы... Пожалуйста, еще. Сейчас. А где вы проводите крани между отношениями, которые автор заключает с издательством и отношениями, которые... Ну, то есть, не присваивают ли себе некоторые из так называемых пользователей права, которые были переданы издателю, например, на тиражирование этого произведения? То есть, распространяя его, например, через интернет, не присваивают ли они те права, которые автор передал, например, на каких-то основаниях, ну, по договору издательному? Вот это ключевой вопрос. Потому что любое использование авторских прав, оно делится на коммерческое и некоммерческое, да? Все издательства приобретают авторские права с целью коммерческого использования, то есть дальнейшей их продажи, да? А все пользователи поют песни, переписывают себе стихи именно с целью некоммерческого копирования. То есть, если существует какое-то коммерческое использование, да, авторских прав, даже пользователей, изволь прислать денежку, да? Вот, это по закону. Если это некоммерческое распространение, то оно всегда было и всегда будет. Есть еще вопросы? Если вопросов больше нет, спасибо большое. Надя, ты хотела ту же выставить, да? Да, да, да. Вот ты где хочешь, там в углу или ты пойдешь на сцену? Я просто встану в углу, мне кажется. Да. Если ты меня вышли на снизу, я буду турист. Значит, я просто, во-первых, хочу сделать ремарку к основному тезису Данилы, который на меня смутил о том, что собственность ограничивает свободу, потому что в таком случае вообще жизнь людей вокруг меня крайне ограничивает мою свободу, они в метро толкаются. Весь это ужасно, я не могу спокойно пройти. Ну, то есть, таким образом, свобода ограничивает вообще любой объект, существующий вокруг. Ну, ладно, о тезисе Данилы хватит, вернемся к праву собственности. Я хочу отметить, что право собственности всегда было динамично развивающимся институтом. То есть объекты возникали разные. У меня уже было выступление на эту тему в прошлом году на лаборатории, и вот я к нему возвращаюсь очень актуально. Потому что в действительности мы живем в мире, когда возникают объекты сложной структуры, авторское право, вот эти вот права на песни и прочее. Но эти объекты имеют для общества ценность, и у них должна быть в связи с этим защита. Просто те, кто обладают этими объектами, эти объекты приносят выгоду, но они, собственно говоря, и стремятся к тому, чтобы у объектов была максимальная защита. И в итоге они пытаются оформить его защиту путем распространения права собственности на объекты. Аргумент о том, что раньше эти объекты могли обращаться свободно, а теперь не могут, ну, право динамичный институт. Да, теперь возникают ограничения, которые требуются для общественного оборота. Право собственности не единственный объект в данном случае. Мне просто кажется, что вот, ну, мы должны это понимать, мы должны понимать, что, говоря о том, что давайте вот ограничимся на воспринимании собственности на машину, и выкинем все остальные сложные объекты, мы просто отрицаем тот факт, что идет общественный прогресс, и общественные структуры усложнятся. Ну, все, спасибо. Какие вопросы? Да, пожалуйста. Просто такой. Вот последний аргумент. Общественный прогресс, в кавычках скажем так, дал нам права второго, третьего поколения и так далее. Почему? То есть, мне кажется, чтобы твоя позиция была непротиворечивой, ты должна сказать, что либо вот эти права там второго поколения, или третьего, или даже уже четвертого там на какой-нибудь интернет, тоже является общественным прогрессом в своем праве, либо ты должна объяснить, почему именно возникновение прав интеллектуальной собственности является этим самым прогрессом? Ну, а почему в свое время возникновение права собственности на недрах было прогрессом, когда до этого там, когда в 19 веке в Германии государство стало делить собственность на земельный участок, собственность на недрах. До этого собственности на недрах не было. Ну, как бы, ну да, но возник новый ресурс, хотя недра до этого были, возник ресурс. Я сейчас могу отвечать, я просто вопрос задам. Еще какие-то вопросы к Наде есть? К Наде нет вопросов? Надя, пожалуйста, если... Вопрос уже... Если можно, не могли бы вы все-таки пояснить вот этот циллогизм? Вы сказали, что есть объекты, которые имеют некую ценность, и поэтому они должны быть защищены правом. Нет. В связи с этим, в связи с тем, что эти объекты включаются в обороты, людям нужно защищать объекты, имеющие ценность. Но, очевидно, они должны их как-то включать в обороты, эти объекты должны обращаться. Да, еще вопрос. Да, еще вопрос. А вот, кстати, это то, что я не затронул теми своего выступления, теми менее важная вещь. Ведь выбор именно таких объектов интеллектуальной собственности абсолютно произволен. То есть, можно придумать такой объект интеллектуальной собственности, это этим примером я, Вадиму, могу объяснить. Как? Например, не знаю, маршрут такси, или расположение ларьков у метро, или еще чего-нибудь такое. Почему бы нам, да, шахматный дебют, почему бы нам вот это вот не защитить? Это тоже для многих предпринимателей имеет очень значимую ценность. Почему бы нам не защитить? Но только я скажу, что последствия такой защиты будет как бы полный коллапс. Потому что это уже было в средние века. Это интеллектуальная собственность, это не новая идея. Это уже было, что подмастерье не мог без разрешения мастера выполнять ту же работу, грубо говоря. Например, точно так же ботинки делал, грубо говоря. Если он не был членом гильдии, он не мог много чего делать. То есть это все уже на самом деле было, и считать в этом прокляс. Это вопросы какие-то? Это даже есть спрос в том, чтобы защищать расположение ларьков у метро. Вопрос человеку? Это актуально? Это требуется? Вопросы есть какие-нибудь к Наде? Если к Наде нет вопросов, тогда стерпи, пожалуйста. У меня вопросы эта штука пишет. Значит, во-первых, теория, которая представит правовой характера интеллектуальной собственности, она, в свою очередь, опирается на своеобразную теорию собственности. Я сейчас предлагаю по Экинсельде, который здесь был упомянут, на который наш докладчик опирался, он сказал. Это так называемая теория редкости, которая утверждает, что при этом собственность происходит от редкости объектов. То есть там логика такая, что так как у нас есть конфликты относительно использования редких объектов, для того, чтобы разрешать конфликты необходимы права собственности, конфликтов по отношению к объектам нередки, не может быть по определению, и соответственно, так как объекты интеллектуальной собственности редкости не обладают, то, соответственно, по этому поводу не может быть конфликты, значит, не может быть права собственности. Я здесь хочу указать на то, что я не знаю возражений кого-то интеллектуальной собственности, которые так или иначе не подразумевали бы это рассуждение. И надо понимать, что интеллектуальная собственность выстоит или падет в зависимости от этого рассуждения и в зависимости от более общего теории собственности. Соответственно, если опираться на какую-то другую теорию собственности, я, например, считаю, что теория редкости, она неправильная теория, и она в том числе не объясняет многих вещей, связанных с обычной собственностью. В частности, я же не зря привел этот пример человеком, который подсаживается в фуру. Потому что мы видим, что в данном конкретном случае ресурс, который вырабатывается этой фурой по перевозке человека, он абсолютно нередкий. То есть там намного большая мощность вырабатывается, чем нужно, чтобы вестись на его человека. Соответственно, когда дополнительный человек подключается к этому ресурсу, то никакого конфликта не возникает. Аналогично можно придумать кинотеатр, в котором 100 мест и билет купили 5 человек. Почему мы не вести еще 95 человек бесплатно? Опять-таки, нет проблем резкости. Поэтому я сторонник трудовой теории, которую сейчас я не буду подробно излагать. Я, в данном случае, просто говорил об интеллектуальных источниках того, о чем мы здесь рассуждаем. Второе. Пройдите снять, что он там так... Нет, видно, как он сюда видно. Там, тут же не хрен, а он пишет. Писать. Значит, это первый тезис. Второй тезис. В чем различные отличия между интеллектуальной собственностью и собственностью на физические объекты? Прежде всего, говоря в правовом плане, на мой взгляд, нужно вообще забыть такой термин, как интеллектуальный объект, потому что это некая абсолютно не существующая в правом пространстве вещь. Это фикция. Это юридическая фикция, в данном случае, как юридическое лицо. И о чем тут идет речь, если мы забудем об этой фикции, на минуту идем пространство конкретных человеческих действий, которые регулируют право, здесь речь идет о том, что мы запрещаем людям совершать определенный класс действий. Мы запрещаем совершать совершенно определенный набор действий, там, распроизведение, распространение, переработка и так далее по гражданскому кодексу хотя бы нашему, с неопределенным кругом объекта. Обычная собственность у нас, наоборот, запрещает совершать неопределенный круг действий, но с каким-то жестко определенным объектом. Вот у нас есть машина, это значит, что никто чужой, чтобы он там не придумал, не сделать, он с ней этого делать не может. И вот, собственно, это и есть принципиальная разница. Либо мы фиксируем объект, это обычная собственность, либо мы фиксируем набор действий, это то, что мы сейчас называем интеллектуальной собственностью. Хотя, вообще говоря, обращаю внимание, что это юридический институт, он абсолютно нейтрален по отношению к тому, что именно он защищает. То есть сейчас мы вот этим вот ведомым, когда мы фиксируем определенный набор действий, защищаем то, что мы называем интеллектуальными объектами. На самом деле, им можно защищать много чего еще. То есть, на мой взгляд, нет, если мы в самом по себе это разделение, нет никаких причин считать, что одна из этих двух возможностей является правовой, а вторая правовой не является. То есть, из самого по себе этого разделения правового или неправового характера не видно. В принципе, право, оно из древних времен работает с такой вещью, как запрет на действие, как возможность контролировать действие с чужими объектами. Там сервитуты можно вспомнить. В том числе, есть такая вещь, как некие вечные права, которые привязываются именно к объекту, и которые переходят от одного собственника объекта к другому, независимой их воле. Например, право залога. Если вы заложили вещь, и потом вы можете сколько угодно продавать, но право залога, пока изначальное обязательство у нас не исполнено, оно у нас никуда не пропадет. То есть, в тех вещах, которые нам рисуются, как какие-то пороки именно интеллектуальной собственности, в них самих по себе ничего неправового нет. Так или иначе, они в той или иной форме встречаются. Третье. Контракт. Здесь уже я немного рассматривал с теорией про то, что положение интеллектуальной собственности могут быть некими общими положениями договоров, но, действительно, прежде всего, большинство того, что мы знаем про интеллектуальную собственность, этого договора в отсутствии интеллектуальной собственности можно эмулировать. Можно заключить договор, скажем, между автором и издателем, в которых он забьет все содержание этой четвертой главы Картанского кодекса, четвертой части Картанского кодекса. Можно в этом же договоре установить условие, что и издатель дальше должен заключать вот с теми же самыми оговорками все свои договоры. Единственное, когда это будет не работать, это если кто-то у издателя украдет книгу и потом начнет печатать ее копии. То есть, так как он издатель никакого договора не заключал, у него потом можно будет изъять книгу, это правильно, и посадить его за это, но копии, которые вышли из нашей непрерывной цепочки договоров, их уже дальше не остановишь. Ну, собственно говоря, именно в связи с этим, я считаю, что интеллектуальная собственность это не совсем общие условия договора, но вообще говоря, эта штука достаточно близкая к ним. По-моему, она только делает обороты данных объектов, которые все равно будут намного более удобны. И четвертое, когда Даниил отвечал на мой пример с фурой и пассажиром, он сказал, что в данном случае, сказал важную вещь, он сказал, что в данном случае, да, собственность не защищает непосредственно физические свойства фуры, в данном конкретном случае, но она защищает всякие потенциальные возможности, которые могут быть в дальнейшем. То есть она защищает владельца фура от внутреннего психологического соблазна, к тому, чтобы он еще там что-то с ней разрешил, нехорошее сделать. Но, по-моему, это важное замечание, потому что оно, скажем так, вводит некий элемент времени во все это рассуждение. И время для меня здесь имеет ключевое значение. Потому что мы точно так же можем сказать, что да, если я написал какое-нибудь художественное произведение, а потом его напечатали миллионным тиражом без всякого моего ведомого разрешения и без всякой платы мне, то я никакого ущерба не понес в какой-то данный конкретный момент времени. Проблема в том, что я вот и второго такого произведения уже не напишу. А вот если бы мне заплатили за первое, то, может быть, я и второе такое написал. То есть в данном случае мы приходим к некой аналогии с тем, о чем говорил Даниил, когда отвечал, например, СПУ. Ну, у меня на этом все. Если есть вопросы, могу ответить. Вопросы, пожалуйста. То есть вы считаете, что вот это свойство исчерпаемости, редкости, оно неприменимо к этому типу? Конечно, неприменимо. То есть я согласен, что оно неприменимо, это очевидная вещь, просто я не считаю, что это как-то влияет на тему нашей дискуссии, в отличие от сторонников противоположных. Вы не упускаете внимание, что авторское право – это не только право тиражировать и воспроизводить, а право в том числе считать меня автором этого объекта. То есть его тоже можно присваивать. Ну, то есть очевидно, что разница между тем, что каждый говорит, что я написал эту книгу, это тоже искусственно. Но я понял вопрос, значит, смотрите, есть древние деления авторских прав, наличные, неимущественные и имущественные. Во всей дискуссии, что интеллектуальная собственность фактически всегда говорит именно об имущественных правах. Все, в общем-то, соглашаются, что личные и неимущественные – это совершенно отдельные вещи. Я считаю, что это вообще совсем другой институт права, который попал в четвертую гражданскую часть кодекса, только по недоразумению, что это просто общий институт личных и неимущественных прав. То есть это, наверное, вообще отдельный вопрос. Еще вопросы есть? Да. Ну, если ни у кого вопросов нет, Данила, пожалуйста, вот теперь свидетели, кто он у нас полностью в твоем распоряжении, делать с ним что-то. Нет, я пока только вопрос задам. На комментарии. Спасибо. А поскольку больше никому не интересно, он ваш, товарищ. Нет, просто на комментарии, я потом отвечу, потом сам. У меня же будет время, да? Будет, конечно, последний. Вопрос такой. Ты говоришь, ты провел пункты 2, 2, различия между фиксированными действиями и фиксированными объектами. Но тогда у тебя возникает, с моей точки зрения, некоторое противоречие с твоим этическим обоснованием интеллектуальной собственности, потому что ты говоришь, я так понимаю, ремидианское обоснование это из теории moral deserve, то есть трудовая теория, да? Я создал что-то, и я получаю выгоды от этого. В общем, с ней связано. Если ты привязываешь вот эту защиту к действиям, но при этом этически обосновываешь это от объекта, который я создал, то нет ли у тебя здесь противоречия? Ну, смотри, это просто разный уровень рассмотрения. То есть здесь вот, когда мы говорим о теории предсказания правособственности, я, да, говорю об этике, об неком этическом обосновании. В пространстве этики такая штука, как информационный объект, ну и там интеллектуальный объект, не знаю, как это лучше, но в пространстве этики такая штука есть. Но в пространстве права такой штуки самой по себе нет. В пространстве права изначально есть только действия людей и определенные правила, по которым эти действия регулируются. Такая штука, как информационный объект, мы ее туда вводим вторично уже в виде совершенно искусственной юридической фикции, от которой, когда мы говорим именно о фундаментальных вещах, лучше абстрагироваться. То есть, когда я говорю про интеллектуальную собственность как про этическую норму, а другое дело, когда я говорю про интеллектуальную собственность как некий юридический инструмент, который этически вполне себе нейтрален. То есть, его можно использовать как собственный постсобственность как для защиты этических позитивных вещей, так и для защиты этических норм. Господин Сазанов, есть вопросы? Данила? Нет. Отпускаем, господин. Спасибо большое. Кто-то еще хотел выступить? Пожалуйста. Можно с места? Пожалуйста. Хорошо. Первое, что хотел сказать, это про то, что говорили, что можно обойтись без машины, например, обойтись можно. Вот. Помню, такое утверждение было. А типа без музыки нельзя, это тоже, я этот аргумент наступен не крею, потому что без музыки можете обойтись, потому что когда в музыке появилась песня, сандаль, вы как-то без необходимости. Вот. Так что проживете. Второе. Говорилось про то, что не было договора между этим самым. Я сказал, что, ну, чтобы когда, я не договорился, что я не буду по ней прыгать. Можно сказать, что я там машину там ломаю как-то, но в поезд, когда я сажусь, еду там зайцев или там, я тоже там ничего не ломаю. Вот. Но тем не менее, мы как и стремимся защищать права тех, кто там организует транспортные потоки, сажать туда тех, кого они сами пожелают. Хотя, ни на какую собственность я там не покушаюсь, ничего не ломаю, ничего там не произвожу. Это тоже, это поезд, я ничего себе там не присваиваю. Абсолютно. Второе. То есть, вообще, я считаю, что вот эти вещи, которые не говорят, ну, там, про материальный, нематериальный, там, вот кто-то говорил там, да, частый, несчастый, это все такие условные, субъективные вещи, ну, которые абсолютно, ну, не отражают никакой объективной действительности. Вот. То есть, ну, это просто, я хочу, я хочу, чтобы там, люди там, черные были хуже, чем белые. Я хочу, чтобы, чтобы люди, которые, чтобы вот, я хочу строиться в бесплатном русле, поэтому хочу, чтобы давайте сделать так, чтобы вот, люди, которые, у которых материальные, они обладали в процессе, а те, которые не обладали, не обладали. Это все, это все я хочу, и все. Я хочу берег по газонам, чтобы это никто не отражал. Егор, ты слушал договор? Нет, я предлагаю, нет, нет, я хочу сказать мое мнение. Единственная объективная вещь, которую можно оценивать, это целесообразность. Да, да, целесообразность. Давайте спросим, задавая вопрос, чего мы хотим, чтобы было в обществе, да, хотим ли мы, чтобы экономика развивалась, мне хотим ли мы, чтобы, да. Если мы хотим, чтобы экономика развивалась, чтобы создавались какие-то блага, да, то мы будем права этим государствам гарантировать. А если не хотим? Да. Ну, извините, это… А просто о том? Ну вот, я как бы хочу, и поэтому я выступаю в своей позиции. Я хочу, чтобы и большинство хотят. То есть ты сам ввел… Ты до этого говорил про другое, что мы говорим про «хотим», а сейчас ты говоришь про «выжение». Нет, нет. Не мешайте, пожалуйста, выступать человеком. Это тоже субъективная вещь, да, согласен. Но… И все относительно того, в чего ходит большинство. Вот. Если бы мы хотим, если бы… Если бы мы хотим, чтобы вообще-то… Если бы… Если бы… Если бы… Если бы… Вы хотите, чтобы пользоваться музыкой, да? Хотите? Нет, пользуюсь. Не хотите? Нет. Тогда зачем вы защищаете свое право ей пользоваться срокописицы? Не защищайте. Ну, вам право копировать. Зачем? Зачем вам право ее копировать? А так хочется. Мозокизм. Вот видите? Вы знаете, он противоречный. Да. Да. Уходите. Уходите. Вот. Вы проживете без нее. Нет. Если бы хотим… Если нам нужна эта музыка, да? Если нам нужны программы, да? Если нам нужны… Если нам нужны… Если мы хотим их копировать, да? Эти программы, да? То прежде чем… А… Чтобы они создавались, да? Нам нужно гарантировать какие-то права людям, которые их создают. Зачем можно создать одну программу? Слушайте. Создавайте. Создавайте. Сами, если хотите. Если у вас есть… Если вы можете создать и распространяй, а потом бесплатно создавайте – это ваше право. Вот. Если вы не создавайте… Если не можете, то… Пожалуйста. Вот. И пусть создают те, кто умеет создавать и… 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 Если мы не хотим, то мы создавались, да? То зачем мы… То зачем мы требуем… Право их копировать, право их бесплатно ими бесплатно пользоваться и т.д. И т.д. Есть какие-то вопросы к господину Латаеву? Господину Латаеву есть вопросы? Да, есть. Пожалуйста, задайте вопросы, господин Латаев. У меня, в принципе, два вопроса. Первый – по началу выступления, ну, если можно выделить начало. Второй – по второму. По началу. Вы говорили, что, дескать, люди руководствуются тем, что они хотят. Вот люди хотят копировать, поэтому они говорят, давайте копируем. Ну и точно так же автор говорит, вот, я хочу, чтобы мое произведение не копировали. – пироговодствуется своей хотелкой. – Ааа… – Так вопрос, наверное, нет, тем руководство, что кто хочет, а тем, кто… – Как бы… – Тут что логично. – Что логично. – Мы хотим? – Мы хотим? – А, нет, мы хотим? – Мы хотим? – Мы хотим, что-то собран? – Нет, мы это пока… не хватило, что-то же собраны. – У меня вот… Мы хотим? Мы это поглядем, ничем остальных. Оцените. это решает второе а и это больше давно ответ оценивать то чего хочет чего на как она может оценить то что вы потеряет мозга не живой не живет спрогнозировать но мы не можем спрогнозировать что мое действие будет общество потерять потом приобретет это или допустим многие произведения рождались от голодных художников да и тот тезис о том что художник то есть какой-то производитель какого-то авторского контекста может произвести следующий свой продукт только поставок он будет будет оплачен как бы бесплатных операторных систем могу одна но вы не пользуетесь как одна где только произведение которые с вашей точки зрения объективно полезны и масса произведений с вашей точки зрения может быть абсолютно вредны они должны защищать порнография порнография я просто на запрет но я я я я я я Санкционирует меня. Есть эта детская форта. Она в морду Жириновского покажет, а это что-то в порногах. Ну вот сейчас мы пришли к тому, что большинству стремятся полетить, допустим, на Бакова Лолита. Вот это мнение большинства. В итоге, как полетится через какой-то законодательный проект, возможно. И что? И к чему мы придем? Придем. Это вопрос ритмичный. А вы объясните народу, зачем это нужно? Народ, я объясняю, зачем нужна право собственности. Давайте на инфекционное слово. Зачем? Объясните народу, зачем вам нужно, чтобы вам право было копировано. Еще вопрос с Владимиром Лазаревым, да? Да, у меня вопросы. У меня, конечно, уже, по ходу, возникли вопросы про фонографию и просто остальное. Но вернусь к тому вопросу, который я хотел задать с самого начала. Которой части? Да, к второй части. Собственно, о процессеобразности. Пробъективно? Да, о про объективную целесообразность. Мне вот интересно. Я, например, знаком с множеством тех, которые вы упомянули, бесплатных операционных систем. Я вообще, может быть, разочарован, но это далеко не одна операционная система. Одна просто, которая конкурентоспособна, сплатная, это Linux. Есть такая разбирающаяся хайп, есть и FreeBSD, очень конкурентоспособна на серверах, и еще много чего. Но это не важно. Есть множество музыки, которую авторы сами спокойно укладывают в интернет, в том числе довольно известных групп, довольно-таки хороших прав. А, безусловно, и так далее, и тому подобное. Так вот вопрос, что же тогда такое объективная целесообразность? Почему вы думаете, что бесплатно что-то не будет создаваться? Кроме того, если оно то пошло, если на это, если у нас есть право копировать, то это еще не значит, что автор не может на своем произведении заработать. Посмотрите на ту же схему, например, коммерческих компаний, распространяющих Linux. Они есть, и они отлично живут и получают достаточно большие прибыли. Здесь просто, например, в случае с тем же ПО возникает некая ответственность, потому что я продал продукт, и если он оказался крайне некачественным, то мне за него не заплатят. Или будут оплатить, но, скорее, приводят моих поддержки помощи, и мне будет это невыгодно. И у меня есть некая ответственность дать человеку наиболее хороший продукт. По крайней мере, если мы о программном обеспечении говорим про книги, это я сейчас не готова это распространить. Вот. То есть, с чего вы взяли, что есть какая-то объективная целесообразность в авторском праве? Ну, вообще-то, если... Так, вот, ты смотришь, там... Эта система появилась впервые, чем бесплатная, да? Чего? И бесплатная эта... Та же Linux, да? Она во многом копирует... Ну, она похожа на Linux, да? А не наоборот. Это тоже... А на второй Linux, знаете, к Windows и керетки, керетки? Нет, на Linux основа для керетки. Можно керетки, сам разный. Linux, но потом керетки. Вау. Как смеет у вас? Не, ну, если кто-то создает бесплатно, да, что-то, да, это его право, значит, он может как-то иначе это окупить. Вон. Да. Так у вас, что просили сомплесно. На фон на... Ну, Господин Лазер сейчас не может именно так ответить, как вы, как вы. Нет, нет, нет. Он дает свой ответ. Если вам нравится тот ответ, который вам дает Господин Лазер, дайте в другом месте сами ответы. Что касается, если бы не было, если бы Билл Гейтс не мог создавать заплатно свой Microsoft, то Microsoft бы не было, хотя мы все, большинство, им пользуемся. И раз мы им пользуемся, то значит она... А почему ты думаешь, что не было бы Microsoft? И больше нас привлекает. Есть параллельная реальность, в которую ты можешь заглянуть и увидеть там развитие событий без копирайта. И ты строишь объективную реальность. Ты можешь сравнить два состояния. Потому что как можно говорить об объективности, если нету... Вас сомают. Если только гипотетическое что-то такое, в твоей голове сложившееся, это уже не объективно. Егор, почему ты считаешь, что Гейтс бы не создал Microsoft, если бы не было копирайта? Он бы создал Microsoft. Не знаю, вообще-то, Мэк Гейтс был гениальным мужиком, который проделал очень много работы. Он был первым... Он жив еще. А, протестую? Да. Это другой. Он бы не создал Microsoft, ему бы нечего было поравнять. И не подглядел. Все, кто бесплатно смотрит, да, они уже смотрели, пошли на слойный рынок. Когда Гейтс отдавал свой Microsoft, да, он многих источников других доходов, кроме как денег, у него не было. Кроме как тех, которые за него платят. Какие у него были источники доходов, вот он создал свой первый Microsoft, первый опыт, да? Да? Какой у него мог быть есть другой источник доходов? Он работал там полжизи, там, да, буквально, там, огромный, да, труд, труд вложил свой первый выградал, да? И сделал свой первый, первый, это там, фото, там, годы, да, давно, да? Ну, как бы это ему купилось? Ну, как? Вот как он и купил, так как купил. Он купил за все, кто... Он получил на несколько десятков тысяч, нормальный, да? Понимаете, я так смотрю, что если бы не было этого самого авторских права Белогейца, то не было бы, не так, думаю, я хорошо, сына, не было бы бесплатных этих видов. Почему? Так никто не отописает, что авторское право не нужно. А ну, Белогейцкий изобретатель. Копирайз он, Белогейцкий изобретатель. Ты знаком с Белогейцким телем? Уважаемые, так, господа, я вынужден прекратить ваше вот это вот интересное для вас, может быть, безобрание, которое не имеет никакого смысла. Ведь у вас нет вопросов, господину Лазарину. Вы имеете право выступить по докладу, Данилая. Есть еще желающие выступить по докладу? Но выступить у меня тоже. Я хотел просто сначала дополнить... Не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Уже достаточно хорошо обозначить. Интеллектуальную собственность и про то, что это вообще такое. У меня будет довольно краткое выступление, я так думаю, не знаю, какие вопросы возникнут. Значит, вы видите, я не готовился. Это то, что это такое. Значит, что такое вообще правособственность? Владимир Мирошниченко, либертарианец. Что такое вообще правособственность? У меня есть какой-то объект. Сейчас не будем говорить физически, не физически, неважно. У меня есть некий объект. Я его собственник. Вопрос не в том даже, не только в том, что другие не могут с этим объектом сделать что-то, но и в том, не менее важно, что я с этим объектом могу делать все, что угодно. Именно это есть право собственности. Если у меня есть автомобиль, то это не только значит, что другие не могут его перекрасить в другой цвет, но это значит, что если я действительно обладаю правом собственности, я имею право красить его в любой момент в тот цвет, который мне заблагорассудится. Или взять кувалду и долбануть ему половому стеклу. На это я тоже имею право, если я владелец этого автомобиля. Что же мы получаем в данный момент? Я купил, предположим, книгу, некую. У меня есть эта книга, объект, на который я безусловно обладаю правом собственности, если я купил этот объект, не так? Речь про физическую? Про физическую. Вот я физически держу. Дайте мне кто-нибудь. Да я пока не купил. Представим, что это моя книга. Так почему же я не могу положить ее на мой, купленный мною, какровальный аппарат и нажать на нем кнопку копирования? Ведь здесь есть моя книга, принадлежащая мне, мой какровальный аппарат, моя бумага в нем и мой тонок. То есть я использую исключительно объекты, которые мне принадлежат по праву собственности. И таким образом копирую эту книгу. Почему я не имею на это права? И что дальше? Я вырвал три страницы, и на них ничего не написано. Их копирую. То же самое, то же самое я могу сказать и про, например, тот же самый лазерный диск. На нем навязаны определенные дорожки. Ну почему я не могу вставить лазерный диск в свой дисковод, задать ему какую-то программу, ну и совершенно случайно он нарежет точно такие же дорожки. Ну в конце концов, ну получилось у меня так. Такого быть не может. Почему? Почему? Я предварительно задал ему программу, вот она... Случайности не бывает. Ну какая разница? А если вы не знаете? Вы уже все обозначили, что это? Вот, скажите, еще не совсем, еще чуть-чуть. Что интересно, я купил опять-таки этот диск. Я из него скопировал к сидя на жесткий диск программ со своего же лазерного диска купленного, на свой жесткий диск. Потом я пытаюсь, например, в этой программе изменить что-то, что мне не нравится. И внезапно я даже на это не имею права, согласно закону о бактерском праве, я не имею права на раверс инженерии, так называют. Почему я не имею права, вот по праву собственности, я не имею права, получается, распоряжаться своим объектом, своей собственностью? здесь получается, что нам надо еще решить, что же первично? Какая-то непонятная, надуманная, интеллектуальная собственность, которую пощупать, собственно, никак нельзя. И определить, которую фактически нельзя. Или собственность на объект. Для меня первично, безусловно, собственность на объект. Ваши логики ничего не мешает, зачеркнуть имя автора, сама за теми автора, и вместо там Александра Тимуана написать в себя. Да ничего, 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 извините. Отличная идея. Спасибо. Если вы не заходите, то это абсолютно. Конечно, не вижу в этом никакой рубль, но... Если я чужой выдаю за свое, а какой-то же не знаю за свое чужое, а я вместо своего фамилии, но я не знаю за какой-то фамилию. Но поскольку в этой логике чья фамилия там выставить ничего не стоит, ставьте любую фамилию. А при этом в вашей логике я вот поменял что-то, я имею, потом вторичный объект продать. Да продавайте. Если кто-то купит, почему? Ну, в общем-то, да. Почему нет? Тоже, что, как бы, если я прожил, я ее откопировал. Я добавил некую сумму за свой труд, за то, что я ее скопировал и продал. Никаких проблем, это я не ощущал. Вот я не могу, но хотя я перенесу, что тоже. Извините, я прошу вас все-таки развернуто ответить на вопрос девушки в углу. Поясню, в чем он. Вот вы говорите про три страницы выдранные, очень красиво, здорово, весело. Но, по сути, покупая эту книгу, вы принимаете, по сути, подписываете некий договор там, да, ну, не на бумаге, но принимаясь некий договор. Вы получаете договор, это условие договора, перед тем условием, которое там обозначено. Это совершенно серьезно. Так что, по этому поводу высказать. Ну, я, допустим, никакой договор не подписываю. Можно я разсовываю, что, если вы в месяц по нашей книге, вам предложили договор, у вас в каких-то сорока листах, где было бы написано, что вы не имеете права. А, вы его три страницы, вы его четыре страницы, то есть петь перечень. И в этом случае вы мне расписались, вы, кстати, у вас не дорогу, издатель, а вы это не получили. Мазу, ты сразу запрещающие копии. Проказываю, все эти перечислили. И в чем это не пропоряло? Вы должны это пропорянуть, не купить, либо купить. Вы должны это пропорянуть, например, в случае. Вы к нему взять, в этом случае, ваше копирование будет за вознавшением ваша обижаться по договору. Ну, если я при этом попрошу продающего мне эту книгу, дайте-ка мне ее, пожалуйста, посмотреть. Успею скопировать и вернуть, не подписывая никаких договоров, я считаю, что именно это полное право. А почему здесь либертарианство? Я не знаю, я только не знаю. Ну, а машину там можно на район взять и вернуть, в том же видео и просто поставить. Потому что такая же, как и книгу. Я скопирую? А смотри, на 3D принтере, да. На 3D принтере. Машин-то не твоя. Можно просто книгу. Ну, то есть вы сторонник воровства после всего. Нет, при чем здесь воровства? Я сказал, если я смог. Нет, если я смог как-то взять книгу у того, кто мне ее продает. Я не сказал, украсть. Я не сказал, без его ведома. Я не сказал, что без его ведома это делают. Я у него эту книгу взял и ему же вернул с его ведома. Ага. Более того, если я ему устно пообещаю, что не копируйте, я этого не буду. Еще вопрос. Да, вопрос. Тогда в этом плане пояснить вот воровство и копирование. Вот в чем разница? Потому что возникает вопрос, знаете говоря, вот сторонник воровства, а вы о копировании говорите. Ну, здесь, кстати, да, здесь есть еще один важный момент, не совсем относящийся к тому, о чем я говорил. Когда вот по поводу физических объектов, опять-таки вернемся к ним. Что же воровство такое? У человека есть машина. Раз уж Данила начал про машину говорить, скажем, у него есть машина. Я у него эту машину каким-то образом стырю. У него больше нет этой машины. Если я ее потом вернул, неважно, у него какое-то время не было этой машины. Да неважно, собственно, вернул я ее потом или нет. Я его на какое-то время лишил его права собственности. Каким образом я лишаю права собственности человека, копируя его произведение? Я у него это взял, то есть, получается, он мне это продал, и у него это осталось. Да как же так? Ну, если продает, ну, пусть продаст и больше не имеет на это права. Ну, разве же не так? Ну, а как насчет такой ситуации, что у меня есть какая-то книга, я, как бы, на такое же имеется в виду, что я пока еще могу продать на нее права издателю. После того, как она попала там в руки других людей, я, получается, лишаюсь этого права. То есть они уже приобретают какое-то присваиваемое право продать ее издателю. Если мы говорим о том, что, как бы, само физическое обладание книгой означает, что я могу с ней сделать все, что угодно. И еще одно замечание. На самом деле, приобретение автомобиля тоже не дает права делать себе все, что угодно. Вы вместе с этим автомобилем приобретаете и какую-то ответственность, точно так же, как и с книгой. То есть просто так вот я пойду, возьму, куплю автомобиль, я не смогу на нем даже ездить. Меня просто остановят и там скажут, а ваши документы, и все. Но ваши документы продают автомобиль и подразумевают, что у вас обязательно его кто-то купит. Вообще так же и с произведением. По поводу автомобиля, во-первых, я сейчас говорю о, так скажем, нормальной государственной системе, не знаю, существует ли она где-то, где у нас есть право собственности. В России сейчас права собственности в принципе нет, как и в большинстве других стран. Так зачем тогда говорить о том, что происходит в нашей стране, и можем ли мы что-то делать с автомобилем, или не можем сделать с автомобилем? Ну, есть, но он не надежный. Говорите, есть мы с вами вообще. Нет, но оно не надежное. Нельзя быть беременным наполовину, Егор. Беременным наполовину быть нельзя. Вот, вот, вот именно. Право собственности, это я не когда приобрел что-то в собственность, и делаю с ним все, что хочу, по крайней мере, пока я не нарушу свободу других людей. То есть, если, например, у меня есть квартира в собственности, вот, то я имею право на ее территории установить любые законы. Если я там хочу убивать и ретикул, которые туда запрели, ну, значит, я имею право. С вами Сазонов хочет задать вопрос. Нет, у меня вопрос и вопрос. Я браля, например, что в следственном ильбертолианском будущем у нас залоги, сервитут и прочие ограниченные вещами права на чужие вещи, они тоже подлежат полной отметке. Залоги-то я понял, вот второе слово, чего тебе как-то не расслышать. Но сервитут – это термин римского права, который изначально, в принципе, обозначал любое право на чужую вещь. Тлассический пример сервитута – это право прохода через земельный участок. Вот есть у меня мой земельный участок, я на соседнем земельный участок, и владелец соседним имеет право проходить через мы. Причем, если я свой участок кому-то продам, то право проходить через него все равно останется. Не, ну это будет решать хозяину участка. Измейте его право проходить через него. Я к чему вопрос задаю? К тому, что в юриспруденции есть целый класс прав на чужие вещи, которые… Это право звуковых людей, которые они, тем не менее, имеют на вещи, которые находятся в вашей собственности. Правильно ли я понимаю, что в рамках той концепции права собственности, которые вы исповедуете, это древнейший класс прав, которые существуют еще со времен Древнего Рима, он тоже весь подлежит ликвидации. Я еще раз говорю, по поводу право прохода через участок, если этот участок принадлежит кому-то, то пускай хозяин сам решает. Можете ли вы проводить через участок или нет? Сереж, ответ тебе да. Если не нравится тебе ответ, ты сформулируй свой, кому-нибудь расскажи, пожалуйста. В первую очередь, вам нужна какая-то инспекторная работа, да? Вы хотите ее записать на диск, да? Да. Другой вы не хотите, да, брать? Вот именно его вы хотите, да? Нет, но все равно. Ну, если мне нужна какая-то конкретная работа, то я пойду и куплю конкретную работу. А вот так, нет, нет, не купить. Вы хотите ее записать свободу, да? Свободу записать бесплатно, да? Именно его работа, да? Абсолютно не обязательно. Ну, да, ну вообще... Абсолютно не обязательно. Я хочу ее записать именно бесплатно. А, то есть это за право собственности, что я не понимаю? Я не разобрался, что ли? За право. Нет, но если конкретно у автора этой работы есть, скажем так... Вообще да, я за право собственности безусловно. И интеллектуально. За право тебя не собственности. Если у автора есть объект некий, физический, на котором записана эта работа, я пойду и куплю этот объект, естественно. А скачать из интернета? Ну, если у меня есть возможность скачать из интернета... Бесплатно, бесплатно, да? Ну, возможно я скачаю из интернета, возможно нет. Нет, нет. Сам решу как-нибудь. Вот вам нужно... Нет, я говорю, вот вам нужно... Вы хотите скачать безусловную работу и считать, что вы имеете право ее скачать. Бесплатно, да? Именно эту работу, которую хотите, и никакую иначе, да? Разглядит эту доступ? Другую, которая имеется в интернете. А вот... Ну, если хотите вы именно ее сказать, но другую не хотите, да? Вы хотите сказать именно ее, да? Имейте право. Подождите, это как делать. Не, нет, нет, нет. Вы хотите послушать другу Арии, а я вам предложу послушать эту вещь. Именно этот рассказ, искать его бесплатно, да? Именно этот рассказ. Именно другой, да? Вопрос. Если этот писатель откажется работать бесплатно? Ну, пускай отказывается. Ну, видите, вы можете отказывать его работать? Значит, можете? Ну, нет. Тогда зачем вам завещать право скачивать бесплатно и не затерять его работу, если будет так, говорите, что можно без него прожить. Понимаете? Те самые лекции нам читали в школе Индибирсе. Вот говорили, плохой собственник платит многие зарплаты людям, да? А без этого собственника вообще ничего не будет. Вот вы говорите, плохой писатель берет деньги за скачки. Да не говорили мы плохой. А вот вообще писатель, вы все равно ничего не потеряете. Вы ничего не теряете. Если вы можете без этого писателя обойтись, да? Да? Я понял. Если вы можете без него обойтись, без этого писателя, да? Подождите. То зачем? 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 Значит, у тебя есть право брать деньги. Все, я сейчас опять перестану снимать. Зачем вам по этому поводу смущаться? Остановись, Егор. Ну, теперь поехали, значит. Отвечаю по пунктам. Если я могу без него прожить. Ну, и отлично. Если могу, ну. Ну, надо возмущаться, человек берет деньги за свои... Да не надо возмущаться. Мы тут рассматриваем, как бы, морально-этические аспекты или правовые аспекты. Морально-этические аспекты... Чему я вообще не готова рассмотреть? Морально-этические аспекты. Морально-этические аспекты. Писатели, которые готовы писать бесплатно, никто не поменяет. И все. Я могу перевести на русский язык. Если есть право... Я могу перевести на русский язык. Хорошо, что сейчас спрашивает Егор. Я могу перевести на русский язык. Вот, вопрос теперь. А я скажу по-русски. А они будут... И пусть... Егор, мы поняли вопрос. Писатели, которые готовы писать, которые издать бесплатные программы. И будь с нас только жив. И даже, Латарь, вы же не задаете свои вопросы. А если... Господин Латарь, будьте добры, помолчи. И да, слушай, да, и нет. Так вот, если человек написал какую-то, допустим... Раз уж мы в очень теоретические дебри полезли, я полезу еще дальше в теорию. В теоретические, в гипотетические дебри, вернее. Человек издал какой-то продукт, скажем так. Я взял себе этот продукт. Хотя он был не готов, может быть. У него присутствуют моральные терзания по поводу того, что его продукт взяли бесплатно. Ввиду моральных терзаний он перестает создавать следующие продукты или же развивать этот продукт. Потому что у него нет денег на это, допустим. Что остается сделать мне в такой ситуации? Либо отказаться от его хороших, безусловно, продуктов, либо дать ему денег, чтобы он продолжал их развивать. Так в чем тогда проблема? Люди, которые создают хорошие продукты, но не готовы распространять их бесплатно, все равно будут получать финансы. Я ответил на вопрос? Наверное. Еще есть вопрос. Пожалуйста. Я хотел бы конкретно заходить. Вы согласны с тем, что по аналогии с тем, как вы говорите, что вы взяли у кого-то книгу, взяли просто, откопировали, и имеете право ее распространить таким образом? Имеете право, да? То есть вы это говорите? Ну. По аналогии, вы согласны с этим, что также вы друга пустили в свою квартиру, ну, пожить, а он имеет право привезти туда 50 таджиков пожить тоже? Если мы до этого не договорились о том, что нам туда не пускает 50 таджиков, да, имеет? Прошло. Если мы не условились, что же это? Есть, пожалуйста. У меня вопросы выступающие не обранилил, потому что я понимаю, что вы примерно в рамках одной теории, ну, знакомы так или иначе с либертариатской теорией, вопрос такой, сориентируйтесь, пожалуйста, есть ли в рамках этой теории некие, ну, моделирование общественной ситуации, при котором право индивидуальной собственности не существует? Есть. И если есть, не могли бы вы сориентировать, в каких факторов можно это посмотреть или нигде? Хорошо, давайте потом напишем литературу на доске. Именно моделирование общественной ситуации в рамках. Хорошо, давайте пока. Ну, вообще, на самом деле, совсем понимаю, о чем спор, потому что, как бы, в условиях свободного обмена автор какого-либо произведения он всегда волен заключить с другой стороной договор на любых условиях. То есть, если я автор, я могу взять свое произведение, продать его контрагенту на тех условиях, что он может взять, его скопировать и распродать эти хобби, или просто раздать их бесплатно. Я, то есть, если полностью отказываюсь от своего права на произведение, получаю за это цену, которую считаю справедливой, то я имею это право сделать. То есть, также я могу заключить договор, предусматривающий отсутствие контрагента прав, допустим, копирования и распространения. А могу вообще выложить в бесплатном, в свободном доступе к своему произведению. То есть, мне кажется, в данном случае все зависит как раз таки от воли сторон договора в условиях свободного обмена. Я тоже так. А у меня несколько вопросов. Да, конечно. Вот, да. Первый вопрос. Вот эта вот, безусловно, приятная возможность договариваться напрямую. Предусматривает ли она, что в рамках вот этой договоренности мы можем эту договоренность распространять на других людей? Я автор договорился там с издателем, а издатель в этом случае обязывает всех покупателей книги там или любого другого произведения соблюдать тоже какие-то ограничения. Это первое. Второе. В случае публичного издания. То есть, я вот взял там, на стену повесил там, не знаю, что картину там с маской написал. Вот вопрос, вот эта вот публикация ее. Могу ли я по отношению к ней требовать от всех мимо проходящих и нечаянно бросивших на нее взгляд, а не воспроизводить ее никоим образом? Или сфотографировал что-то? Ну, по поводу первой части вопроса, здесь зависит все от того, на каких условиях автор заключает договор с издателем. Если он передает ему все правомочия собственника? Нет, он не питает. Он говорит, что вот ты вот и сдашь, но чтобы дальше это не пошло, ты всем остальным запретишь в дальнейшем там перепечатывать, распространять и делать. В этой связи еще один дополнительный вопрос. Что делать с теми, кому это произведение попадет случайно? Накладываться ли на нет? Такие либо ограничения? На тех, которые договор не запрещали. Да. Спасибо. Ну, скорее всего, мне кажется, что распространять условия договора на третьих лиц, наверное, по определению нельзя. По договору? Ну, я затрудняюсь ответом. Затрудняюсь ответом. Затрудняюсь ответом. Совершенносложный вопрос. Кто еще хотел бы выступить? Никто не хотел бы выступить. Я позволю себе крак вам напомнить, что лаборатория занимается импертарно-юридической теорией, и, в общем-то, желательно, чтобы вопросы обсуждались на наших посиделках близких к профилю лаборатории, а не вообще все, что можно. Данил хотел сформулировать проблематику именно в русле либертарно-юридической теории, а как право интеллектуальной собственности соответствует ли принципу права, как он определяется в либертарно-юридической теории. Ну, и казалось бы, что же плохое. Просто у меня по ходу выступления Данила сразу возникло, по меньшей мере, три возражения. Ну, достаточно тут только одного. Первое. А свобода вообще тут не так, как в либертарно-юридической теории. Понимаешь? То есть, вообще, насчет свободы у каждого человека могут быть свои совершенно представления, и каждый, если вы правы, при этом вам называть либертарианцем. Потом еще надо выработать общий язык, чтобы понимать, о чем идет речь. Вот. Я, к сожалению, воздерживаюсь от каких-то комментариев выступления. Просто с Данилой идет. Уже сейчас у меня часа на три, например, там. вот так. Попросим Данилов. Нам что-нибудь еще раз сказать. А может, на перерыв сделаем, а потом я отнесусь. Давайте перерыв сделаем. Ну, давайте сделаем... Ну, почти к каждому. Комментированность. Ну, с... Кто там был первым, я почему-то его не записал. Там было сказано, что... Первым был... Представитель операции партии. Представитель операции партии. Проблема в вашем собственном выступлении в том, что у вас абсолютно произвольно проводятся границы. То есть вы говорите, что вот автору получать доходы от интеллектуальной собственности можно, а посреднику нельзя. Это очень, на самом деле, большая ошибка, потому что этот же аргумент можно перенести на на обычную собственность и какие-то отношения. То есть тому, кто производит мясо, грубо говоря, получать доходы можно, а вот тому, кто его продает, перевозит и так далее, нельзя, потому что они посредники, получают огромную прибыль, зачастую больше тоже, чем завод, производящий мясо и так далее. Поэтому, мне кажется, это очень слабая аргументация, которая не выдерживает критики. Второй доклад был Наде. Наде, по-моему, здесь... Нет, да? Она была. Ну да, я имею в виду частную. Значит, тут тоже, мне кажется, аргументация не выдерживает критики, потому что некритично говорится, что вот люди по поводу чего-то там якобы договорились, хотя, конечно, если посмотреть на историю, копирать никакой договоренности нет. Это чисто законодательный лоббистский институт, который спонтанно, в хайковском смысле, не возникал. Это чисто группы давления, пролоббировали у властей, принятие соответствующих законов, никакого отношения к спонтанной договорной практике, к мнению исторических частей. И еще тут есть проблема, потому что, как я уже сказал, когда спрашиваю Надю, точнее, я виноват, свалился в дискуссию, на самом деле, надо было сейчас сказать, исторические вещи аналогичные, в общем-то, интеллектуальной собственности, они нормально существовали, то есть это не инновация. Например, вспомните те же средневековые гильдии. Они запрещали не членам гильдии... Во-первых, первое, они запрещали не членам гильдии производить конкретные продукты. Второе, что они делали, они запрещали любым, в том числе, членам гильдии, делать их как-то по-другому, чем это делала гильдия. То есть, по сути, вот доведенная до абсурда интеллектуальная собственность, пожалуйста. Вот оно. Поэтому, мне кажется, что будет администрация. Так, теперь я относюсь к очень интересному выступлению Серёжи Сазонова. В первом тейлисе Серёжа сказал, что все анти... все дебютрианские концепции, которые как бы выступают против интеллектуальной собственности, они исходят из необходимости предотвратить конфликты по поводу редкости ресурсовой. На мой взгляд, на самом деле, я в своей концепции, которая еще не заложил, ушел от редкости. Я вообще не говорил про редкость... Я про non-rivaledness сказал не в том смысле, что конфликтов будет или не будет по поводу этого, а в том смысле, что просто не ухудшается качество, объективные свойства интеллектуального объекта от того, сколько бы людей его не использовало. Я не говорил ничего про редкость и необходимость защитить от конфликтов, потому что я прекрасно понимаю, что там вопросы, связанные с... Потому что многие люди реально... это большая проблема. Многие люди реально так или иначе считают, что то, что они создали, интеллектуальный некий продукт, он принадлежит им. Это как бы... Мораль многих людей основана на том, что то, что они создали, он принадлежит им. Поэтому, безусловно, конфликты, даже при том, что действительно нет редкости, конфликты тем не менее будут возникать и как бы действительно опровергнуть интеллектуальную собственность из-за того, что она якобы не вызывает конфликты. Второй тезис был того, что надо абстрагироваться от объектов и отмахивать только действия, fixed actions. С моей точки зрения сделать это нельзя, потому что эти действия совершаются по поводу конкретного объекта. Это не действия совершаем в безвоздушной пространстве. Если они не относятся к объекту, то они не относятся к этому. С моей точки зрения нельзя так сделать. По поводу деления на правовой, не правовой, Серёжа сказал, что это вообще... Тут, мне кажется, просто надо пояснить, Серёж, что эта терминология, да тут был правовой, не правовой, взял именно из-за специфики места, в котором я это говорю, в либертарной юридической теории, которая здесь обычно ожидается в среднем. Имеется в виду, что если некий институт противоречит принципам свободы, гибертарно-юридическим принципам, то он не правовой. Я не могу это концептировать. То есть ты можешь отрицать это, но смысл правовой, не правовой, он остается. То есть нельзя говорить, что это бессмысленно. Так, по поводу тайм-преференс. Нет, я сейчас забыл что-то рассказать, поэтому надо в качестве комментарии записывать. Так, по поводу целесообразности и выступления Егора, мне кажется, уже комментировать здесь нечего, то есть всё было сказано. У нас была социалистическая целесообразность, мы знаем, что она очень-то завела. Нет, там нет, всё-всё-всё-всё-всё-всё. Там тоже голосовали. Нет, там всё было общее, это есть целесообразно. Нет, это не было. А по поводу выступления Владимира, тоже, мне кажется, всё было сказано, что вот эта позиция такая, она действительно слабая, потому что в ней не учитывается, что на приобретателя могут быть наложены определённые обязательства, в том числе на приобретателя земельного участка там могут быть, если он подписывает, и договоры не обязательно должны быть письменные, то есть условия некоторые могут быть подразумеваемыми, и так далее. Мне кажется, эта позиция тоже достаточно слабая. Так можно защищать, но она скорее такая либертарианско-демагогическая, что я не знаю, не понимаю что-то. И по поводу выступления Али. Тут опять же, тут уже, в принципе, Серёжа всё сказал, что, и я это упоминал в своём выступлении, что если бы копирайт реально был сформулирован в законодательстве как общие условия договора определённого типа, реально был так сформулирован, то есть касался только сторон договора, то как бы у либертарианско вроде меня, к нему бы никаких претензий не было, но регион так не сформулирован. Вот, собственно, всё, что я хотел рассказать. Ну, уважаемые данные господа, формат нашего мероприятия не предполагает продолжения. Пожалуйста, в частном порядке всё, что угодно. Давайте поблагодарим, уважаемого Данила, за то, что он хорош. Будем думать дальше и продолжать дискуссию, потому что, конечно, ничего.